Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Элина Зинатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Километровые пробки и нечищенные дворы. С утра, например, по Гагарина. Здесь пешеходная дорога. Было очень тяжело идти. Как татарстанцы проходят испытания первым снегом, расскажут. Рамиль Галиуля. Подарили счастье материнства. Вот этот момент, когда он очень сильно плакал, я вообще не верила своим ушам, глазам, что это случилось. Как в перинатальном центре РКБ помогают мечтам сбыться, расскажет Алия Харудинова. Забота о своих. Чтобы абсолютно любой человек мог через единое окно понять, какие же меры поддержки на сегодня доступны. Как в республике организована помощь близким и родственникам участников СВО, расскажет Рамиль Шайдулин. Километровые пробки в городах и на трассах, многочисленные аварии, парализованное движение. Таковы итоги второго дня снегопада в Татарстане. Самая напряженная ситуация сейчас на трассе Алексеевск, Высокий Колог. Это вблизи села Апакова. Здесь пятикилометровый затор из-за закрытия трассы для большегрузов и автобусов по решению Ульяновской области. На дороге застряли 130 грузовиков и рейсовый автобус, который ехал из Казани в Тольятце. В нем, как сообщает МЧС, находится 20 человек, в том числе два ребенка. Чтобы водители и пассажиры не замерзли в селах, Юхмачи и Апакова развернули мобильные пункты обогрева. Их вместимость 30 человек. Для людей организован подвоз питьевой воды и горячего чая. Снежные заносы стали причиной смертельной аварии на границе Татарстана в Туймазинском районе Башкортостана. Около полудня там столкнулись автобусы и две легковушки. Водитель Гранты от полученных травм скончался на месте. Двоих пассажиров автобуса госпитализировали. В набежных Челнах на мосту через Каму движение перекрыл бензовоз. Водитель не справился с управлением и стал поперек дороги. Также в Челнах вечером еще один грузовик не учел дорожную ситуацию и не вписался в поворот. В результате больше груза прокинулся. Госавтоинспекция предупреждает, такая погода повышает вероятность заноса автомобиля. Увеличивается и тормозной путь. Возможно, это и стало причиной аварии в самом центре Казани. В здании ресторана Трюфо чуть не влетели иномарки. В столице Татарстана сейчас пробки достигли максимальных 10 баллов. Утопались сегодня в снежной каше и пешеходы. Если от центральной улицы убирать успевали, то до многих дворов и проездов спецтехника еще не добралась. Житель жалуется на плохую уборку в народный контроль. При этом, по данным синоптиков, перемен в погоде не ожидается. В ближайшие дни в Татарстане выпадет месячная норма осадков, а коммунальщики еще не разгребли первый снег. Попасть на работу сегодня для многих казанцев оказалось непросто. Так выглядели дороги столицы утром. Все главные магистрали были окутаны не только снегом, но и пробками. 9 баллов показывали карты в 9 часов. Затруднено было движение и к полудню. По словам водителей, коммунальные службы к обильным осадкам оказались не готовы. Опять-таки снег, гололед. Просто банально не чистят, как положено. Ну, минут на 40 пришлось задержаться и детей там в школу, садик отвезти. Пробки вот сегодня без машины, на автобус пошла. Почему? На машине не получается уже. Уже как бы и колея, и снега много. Утром добирался на работу с горок, со вторых горок. Ну, стояли, как обычно, проспект Победы до РКБ. И на работу на полчаса опоздал. Помехой снег сегодня оказался и для пешеходов. Такая картина была во многих дворах. Дороги, парковки и тротуары утопали в снежной каше. Дороги чистят плохо. Это я однозначно говорю. Это уже когда сильные снегопады, они не успевают. Дворников мало. Самые неубранные это во дворах, естественно, в дальних дворах. Сегодня с утра, например, по Гагарина, здесь пешеходная дорога. Было очень тяжело идти с ребенком, с санками. Хотелось бы, чтобы своевременно убирали. Жалобами на несвоевременную уборку тротуаров и дворов усыпан и народный контроль. Обращения поступают со всей республики. Больше всего от казанцев. По улице Зорге от дома 28 до дома 40 не убирают снег совсем. Ходить тяжело, проехать тоже. Не добралась спецтехника и до дворов в Чистополе. Выехать невозможно. Нахожусь дома с месячным ребенком. Вдруг что, скорая даже не заедет. Забили тревогу Иварске. Километровый тротуар от восточки до центра города не чищен от заваленного снега. Идти затруднительно. На карте республики остается еще немало заснеженных точек. В особом режиме работают снегоплавильные пункты. Например, на эту станцию в Кировском районе Казани. Большегруза заезжали с интервалом в несколько минут. Конечно, выпало много. Я с Ленинской дамбой. Сколько резьб, я не знаю, вот четвертый рейс. Дорожным коллапсом сегодня снегопад обернулся в набережных Челнах. Некоторых автомобилистов пришлось возволять из снежного плена. Очень плохо чистят дороги. Я уже не первый раз застреваю за эти два дня. Полнейшее безобразие. Город совершенно был не готов к снегопаду. Сегодня очень тяжелое движение. На работу опоздал на 15 минут. Сейчас вот опять выехал по делам, опять стою в пробках. Как отметили в гидромедцентре, в республике продолжает властвовать южный циклон. И в ближайшие дни погода не изменится. Осадков будет столько, что за сегодня-завтра выпадет месячная норма. Кроме этого, ожидаются и по-настоящему зимние холода. В предстоящие сутки циклон будет постепенно отходить на северо-восток. Но, в общем, влияние пока его еще сохранится. Мы будем находиться в его тыловой части. Температура будет понижаться. Из-за северо-западных ветров прогнозируется минус 9, минус 14 ночные часы. И днем от минус 7 до минус 12 градусов. Также испытанием станет ветер порывами до 17 метров в секунду. Метель и гололедица. По словам синоптиков, такая погода продержится как минимум до выходных. Разгребут ли коммунальщики снежные завалы за неделю? Покажет утро понедельника. В этом году в Татарстане произошло 218 ДТП из-за выезда водителей на встречную полосу. 71 человек погиб, 345 получили травмы. Сегодня к автомобилистам обратился главный автоинспектор Республики Рустам Гарипов. В Татарстане начинается операция «Встречная полоса». ГИБДД будет пресекать нарушения, связанные с выездом на встречку. В этом году таких случаев было 16 359 из них повторные. Для тех, кто впервые совершил такое нарушение, предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами до полугода. А при повторном лишении права управления на один год. За последующее нарушение грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет, а также конфискации транспортного средства. Спасли жизнь за 80 секунд и подарили счастье материнство. В РКБ родила 21-летняя девушка с тромбозом и пороком сердца. К главному событию для каждой женщины Ксения шла долгих 5 лет. Первые две беременности завершились потерей плода. Самой сложной была вторая. Тогда, 4 года назад, кардиологи обнаружили у нее тромб. Ксению спасли, а вот плод погиб. С тех пор врачи перинатального центра и Ксения жили с мечтой выносить и родить здорового ребенка. Куда приводят мечты и кто помогает им сбыться, расскажет Алья Харудинова. Ближе к 30-й неделе, получается, я считала дни, недели. Получается, писала коки, то что нам сегодня уже типа 31 неделя, 35. Ксении 21 год. И за ее плечами череда серьезных испытаний. Она родилась с пороком сердца. Было 3 года, когда перенесла первую операцию. В 16 лет забеременела. Она закончилась выкидышем. Через год снова долгожданные две полоски на тесте. Тогда, на 20-й неделе, во время осмотра у кардиолога, у Ксении обнаружили тромб в сердце. Чтобы не потерять и маму, и ребенка, за сложную операцию взялись врачи РКБ и МКДЦ. Извлечь тромб за 80 секунд. Такая задача стояла перед специалистами. Был собран консилиум и принято решение, что нашей девочке показана операция на открытом сердце во время беременности. Иначе другого варианта для жизни не было. Был подготовлен аппарат искусственного кровообращения для того, чтобы провести эту операцию на открытом сердце. Операция прошла успешно. Девочки сохранили беременность. Девочки сохранили сердце. Девочки удалили тромб из полости сердца. Через два месяца плод погиб. Тогда врачи перинатального центра обещали, Ксения все равно станет мамой. В 21 год она забеременела, 4 месяца провела в клинике. Бывают пациенты с соматическими заболеваниями. Это в первую очередь кардиология, неврология, эндокринология. Все такие тяжелые пациентки сосредоточены у нас в перинатальном центре. Наша большая команда перинатального центра сделала все возможное, чтобы Ксения выписалась с перинатального центра. Со здоровым ребенком. На этой неделе Ксения родила мальчика весом 2 килограмма 800 граммов. Первенца назвали исламом. А в перинатальном центре его называют сыном полка. И вот этот момент, когда он очень сильно плакал, я вообще не верила своим ушам, глазам, то, что это случилось. Потом, когда мне его принесли, просто такое состояние еще было. То есть вообще не верилось, то, что это произошло. Когда родила, я сразу написала, не геномонов, не трудно. Я родила и очень сильно ей благодарна. Нам удалось. Нам удалось дотянуть до такого веса, до такого срока, до такого результата. Эта история со счастливым концом не единственная в республике. В прошлом году в перинатальном центре на свет появились 7600 малышей. У каждой семьи своя история победы. Одержать ее помогают врачи. В онкоцентре ДРКБ сегодня открылась молитвенная комната. Теперь верующие смогут помолиться прямо в больнице. Освящение провел митрополит Казанский и татарстанский Кирилл. Для молитвы оборудовали целую комнату на пятом этаже здания. На стенах появились фрески с изображением святых. Для самых маленьких верующих поставили стульчики. Напомним, в июне здесь открыли молильную комнату для мусульман. Также на территории больницы строят духовный комплекс «Тихий сад». Там появятся мечети, православный храм. Молильные комнаты и храмы появляются в нашей системе здравоохранения случайно. Это зачастую обращение родителей, родственников, чтобы молильные комнаты были уже в условиях больниц. Им не приходилось уже уходить и искать ближайшие церкви для посещения в таинство церквей. Сейчас идет строительство также и мечетей на территории больниц и храмов. 2024 год. В России президент Владимир Путин сегодня объявил годом семьи. Он подписал соответствующий указ. Решение принято для защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство страны должно создать оргкомитет и утвердить план мероприятий. Председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова. С 2007 года Владимир Путин традиционно своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился год семьи. 2021 годом науки и технологий. 2022 годом культурного наследия народов России. Этот стал годом педагога и наставника. В Татарстане высадился десант журналистов федеральных СМИ. Это 10 репортеров, телевизионщиков и пишущих корреспондентов. В республику они приехали в рамках международной выставки форума «Россия». На ней 89 регионов страны представляют свои достижения. 2 декабря день Татарстана. И журналисты решили ближе познакомиться с регионом и максимально широко рассказать о Татарстане своей аудитории. В руках камеры, микрофоны и штативы. В Казань из Москвы прибыл медиа-десант. За 4 дня командировки они осветят достижения Татарстана. В их числе и игры будущего, которые стартуют через 90 дней. Журналисты увидели кибер-арену, узнали, что такое микс виртуального и физического спорта. Получается, у нас сначала есть такая аудитория, где стоит компьютер, наверное, или игровый. Кибер-сцену мы называем, да. Самая большая съемочная команда у телеканала ОТР. Пока корреспондент задает вопрос заместителю генерального директора дирекции спортивных социальных проектов Михаилу Леонову, оператор следит за картинкой, звукорежиссер за аудиодорожкой. Вопрос осыпется и от Виолетты Бурлаковой. Полгода она работает в газете «Аргументы и факты». В Татарстане впервые. Говорит, регион покорил ее сердце не только красотой, но и ритмом жизни. Татарстан меня покоряет, наверное, своим масштабом, потому что я даже не подозревала о том, что именно здесь идет создание военной нашей важной техники. Бывало в основном, естественно, на заводах каких-либо, например, в судостроительном заводе. Завтра у меня будет командировка на авиастроительный завод. Валерия Лапко в Медя уже 10 лет. В Казани второй раз. До этого журналист российской газеты приезжала к нам в начале своей карьеры. Снимала репортаж об универсиаде. Сейчас же акцент делает на историю и гастрономию. Провели нам мастер-классы по чпочмакам. Очень понравилась ваша кухня. Нас, как журналистов, возят в микроавтобусе. И в нем мы пишем, привозят на точку, показывают, и мы отписываем. Поэтому, конечно, приятно было увидеть Кремль. Сегодня в планах погулять по центру города. Я слышала, у вас там есть свой такой местный арбат. В своих материалах федералы осветят Татарстан не только с технологичной, но также с производственной, культурной и туристической стороны. Они уже успели побывать в мясоперерабатывающем комплексе Лаишевского района. Вся продукция халяль. В кооперативе 45 фермеров республики. Делимся опытом, делимся клиентской базой, уменьшаем общие расходы по логистике и так далее. Очень много вопросов, которые вместе можно решить намного быстрее, лучше и эффективнее. И это дает возможность, люди все больше и больше к нам примыкают. Я думаю, наша задача достигнуть того, чтобы у нас был самый большой кооператив в России. Акцент пресса сделала и на строительство восьмого этапа трассы М-12 «Восток». Его открытие планируется уже в конце декабря. Новая дорога Москва-Казань станет основной темой на телеканале «Мир». В нашей телекомпании, например, наиболее интересный участок трассы М-12, которая здесь скоро откроется. Сейчас снимаем, как раз здесь кипит работа на мосту через Волгу, который возводит «Автодор». И, конечно, игры будущего. Подготовка к этим фиджитал-играм, которые пройдут в следующем году, тоже наиболее интересна. Сегодня тоже будем снимать. С удовольствием послушаем организаторов и принимающую сторону в Казани. Поближе с нашим регионом журналисты решили познакомиться в рамках международной выставки форума «Россия». На нем свои достижения презентуют 89 регионов нашей страны. 2 декабря – День Татарстана. Наша республика представит свои традиции, спортивные, медицинские, экономические, сельскохозяйственные достижения и промышленные инновации. Сирина Васильева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Наркоприговоры к депутату Татарстана обжаловали прокуроры и осужденные. Когда Верховный суд Татарстана оценит законность приговора бывшему парламентарию Рустаму Хасанову, читайте в интернет-газете «Реальное время». Минлесхоз остался недовольным биологической эффективностью обработки лесов от непарного шелкопряда. Борьбу с вредителями вел индивидуальный предприниматель из Волгограда. Как сообщил глава ведомства Равиль Кузеров, госконтракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. Работа считалась бы выполненной, если бы в районах погибло не менее 75% особей от числа зафиксированных лесниками. В Аксубаево работа была эффективной всего на 2% обработанной площади. В Нурлате на 7%, в Азнакаево около 8%. В Менделинском и Черемшанском районах обработка признана вовсе неэффективной. В решении УФАС говорится причина, не надлежащая исполнению условий контракта, которое привело к полному листовому оголению большого количества деревьев. Контракт в одностороннем порядке расторжен. Это право министерства было сделано. И в этом отношении эти работы были приняты, комиссии были приняты в определенные участки, где была эффективность достигнута. А где они были эффективно достигнуты, мы с этим контрактом расторгли. В этом году в Татарстане зафиксировано 106 случаев незаконной вырубки лесов. Это 390 кубических метров или 15 грузовых машин. Сегодня в Казани подвели итоги работы Минлесхоза Республики за 10 месяцев этого года. Наиболее частые правонарушения связаны с несоблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Инспекторы выписали штрафы на сумму более 1 миллиона рублей. Республиканская программа «Забота о своих» работает меньше месяца, но уже заметно облегчила жизнь не только родственников и близких участников СВО, но и даже волонтеров. Сегодня об этом на реальных примерах рассказали на пресс-конференции, посвященной новой программе. «Забота о своих» — это большой портал о льготах и мерах поддержки. Здесь размещена информация о федеральных, республиканских и муниципальных формах помощи. Рамиль Шайдулин о первых итогах работы. Как реализуется республиканская программа «Забота о своих»? С момента запуска прошло меньше месяца, но «Забота о своих» уже объединила родных участников СВО, специалистов и волонтеров. Так, республиканское движение «Яртамьянаше» помогает нашим бойцам в зоне СВО и их семьям, но после того, как появился портал, все обращения получают напрямую, а значит, реагируют быстрее. Если вопросы бытовые, такие как наколоть дрова, привезти дрова, они решаются в течение небольшого момента времени, то эти вопросы необходимы оформлению каких-то юридических документов. И поэтому такие вопросы, конечно же, откладываются на летний, весенний сезон, и после оформления документов такие вопросы тоже решаются. Теперь для того, чтобы получить информацию и даже помощь, можно не посещать ни единой инстанции. Смартфон, интернет и специальный сайт «Забота о своих» – вот где должен быть расписан каждый шаг для того, чтобы ощутить заботу на себе. Новая платформа объединила на одной площадке все меры поддержки участников спецоперации и их семей в Татарстане. Размещена информация о федеральных, республиканских и муниципальных формах помощи. Также разработан чат-бот в Телеграм, который в ответ на запрос оперативно присылает информацию по нужной категории. Мы всегда стремились к тому, чтобы абсолютно любой человек, даже просто интересующийся, мог через единое окно понять, какие же меры поддержки на сегодня доступны для членов семьи, для родственников и даже для тех, кто просто хочет помочь. Помогают и сами участники СВО. Те, кто сейчас уже дома, лучше всех знают, что именно нужно как бойцам, так и родным. Собирают гуманитарную помощь, консультируют волонтеров и даже осваивают новые профессии. Пример – житель Азнакаева Марат Абясов, жизнь которого после возвращения со спецоперации перевернулась на 180 градусов. Мне вот запомнилось, что он работал буровым мастером, а приехал и стал пчеловодным. Очень с большим настроением занимается этим и рад возможности, что отправляет еще своим сослуживцам мед. Подробнее ознакомиться с работой портала можно по адресу zabota.svo.tatar или перейдя по QR-коду, указанному на экране. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. В Казанском военном госпитале открыли первый консультационный пункт для участников СВО. Во время лечения бойцы могут получить ответы на вопросы по льготной ипотеке и начать оформление документов. На открытие приехал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Это первый такой пункт в масштабах страны. Скоро их откроют и в других лечебных учреждениях Минобороны. Также вручили государственные награды отличившимся бойцам. В Нижнекамске сегодня стартовала серия мероприятий в поддержку армии, правоохранительных органов и военнослужащих, участвующих в СВО. В трех учебных заведениях города организовали патриотические концерты. В кадетском корпусе имени героя Советского Союза Ганиса Фиулина прошел концерт «Время выбрало нас». Зрителями стали матери погибших бойцов, военнослужащие отпускники, ветераны боевых действий, семьи участников СВО и волонтеры. Провели мастер-классы по изготовлению сухого армейского душа, окопных свечей и вязанию шерстяных носков. Концерт прошел по инициативе и при поддержке депутата Госдумы Айдара Мершина и общества, содействуя изучению и развитию культурно-исторических традиций Отечества из Санкт-Петербурга. Учитывая, что мы активно занимаемся этим, в нашей работе системно поддерживаем и участников специальной военной операции, и их семьи. И я предложил Обществу Отечества, Навалихину Виктору Викторовичу провести вот этот цикл встреч у нас в Татарстане, конкретно у нас в Нижнекамске. Председатель Республиканской комиссии по родным языкам Марат Ахметов сегодня открыл после капремонта дом культуры в селе Мульма Высокогорского района. Его преобразили по национальному проекту «Культура». На работы направили 57 миллионов рублей. Прежде в ветхом здании не было коммуникаций, даже водоснабжения. Жители годами мечтали о ремонте в местной школе и детском саду. Здесь также провели капремонт. Вопросы финансирования решились благодаря Раису Республики и поддержке Марата Ахметова. Мульминская школа – одна из рекордсменов по количеству побед в республиканских и международных олимпиадах по татарскому языку. Конечно, коллектив, и работа, и качество ремонта, содержание всей той деятельности воспитательной, учебной приятно удивляет. Приятно удивляет. Школа обеспечена всем необходимым. Очень живая такая динамичная обстановка. Заинтересованы преподаватели, воспитатели, тем более всем необходимым и методическим, всем нужным оборудованием. Особенно они обеспечены. Здесь, безусловно, только еще побольше нужно детей. Телеканал «Шаян ТВ» отпразднует свой пятилетний юбилей грандиозным концертом «Ветер перемен». Этот фестиваль – культурное событие для взрослых. И впервые формат адаптировали под талантливых детей первого детского татарского телеканала. В это воскресенье концерт пройдет в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Зрители порадуют премьерой клипов, победивших в конкурсе «Балащак-Жире». Новинка этого года – финалисты четырех сезонов музыкального проекта «Сайлян» исполнят песни взрослого фестиваля «Узгариш-Жиле». Юных артистов и телеведущих готовила к выступлению легенда татарской эстрады Венерганеева. Ведущими станут герои телеканала «Шаян» и «Би-Би». Их оживят с помощью нейросети. Трансляцию масштабного шоу можно посмотреть на нашем канале с 16 декабря в 2 часа дня и на «Шаян-ТВ» с 17 декабря в 5 вечера. Мы решили, что в этом году нужно что-то новое произнести. И даже название концерта – это не просто так. «Ветер перемен» на «Шаян-ТВ» – это означает, что мы всегда меняемся, мы всегда что-то приносим в нашу жизнь. Сегодня «Шаян-ТВ» – это два десятка программ собственного производства. Их смотрят в Татарстане, в регионах России и по всему миру. Аудитория канала – более 15 миллионов человек. В студии дубляжа в год переводят тысячи часов контента на татарский язык. Для интернет-аудитории создаются специальные проекты – «Кайраклэш-Яршелар», «Шаян-Саннар» и «Шаян-Алевба». Эти проекты ежегодно становятся победителями федеральных конкурсов. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21.30. Здравствуйте! Исян Месес в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки станет ощутимо холоднее. Подробности после полезной информации. Только до конца ноября Данил Мастер увеличивает скидку на изготовление любой корпусной мебели до 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф и купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Кукмаре, Богатых Собах и Зеленодольске облачно, местами небольшой снег. Температура днем 10-11, ночью от 12 до 16 градусов мороза. В Буинске, Дрожжаном и Камском устье тоже пройдет снег и будет морозно. Днем будет около 10, ночью около 12 мороза. В Аксубаево, Нурлате и Черемшане облачно, снег. Днем 9-10 градусов мороза, ночью 13-15. В Набережных Челнах, Менделеевске и Октаныши будет облачно. Здесь тоже пройдет снег. Днем минус 9-10, ночью минус 14-15 градусов. В Лениногорске, Бавлах и Урусу ожидается пасмурная погода. Местами снег. Днем от 8 до 10 мороза, ночью 15-16 градусов мороза. В туристических городах нашей республики также установилась морозная погода. В Свияжске облачно, временами небольшой снег. Температура днем минус 10, ночью минус 12 градусов. В Болгарии также пройдет слабый снег. Днем 10 градусов, ночью 11 градусов мороза. В Лабоге временами снег. Днем около 9 градусов со знаком минус, ночью 14 градусов ниже нуля. Вамин. Производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукции изготовлены из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин. Натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. В столице Татарстана тоже будет пасмурно и морозно. Пройдет небольшой снег. В предстоящие сутки будет 10 градусов мороза днем и 11 градусов мороза ночью. Давление ниже нормы. 742 миллиметра штутного столба. Ветер западный около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя. Одевайтесь теплее и не болейте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Канарагазум ушлоблсен.